Беремся в руки, дорабатываем самбу. Сейчас разберемся с тем, как добавить файловый сервер самбу в домен Windows, для того, чтобы мы могли использовать файловый сервер самба, как файловый сервер составить домены, чтобы у нас пользователи домена могли к нему обращаться, спокойно не вводя каких-то дополнительных логинов паролей, то есть, чтобы при обращении к файловому серверу Linux-овому самбу у нас запросы переадресовывались контроллеру домена, и он, соответственно, возвращал разрешение, запрет и так далее. У меня здесь есть некоторые нюансы виртуализации, я вам их слух проговорю, если вдруг это будет выскакивать у нас во время урока, чтобы не пугаясь. Значит, у меня это все в виртуальной среде сделано для уроков, и всего одна сетевая карточка у этой машины, поэтому сейчас у меня айпишник выдает мой рутер, я вам сейчас это продемонстрирую, и у меня есть выход в интернет. Затем, когда я добавлю эту машину в свою виртуальную локальную сеть, у меня выхода в интернет не будет. Для чего это я говорю? Сейчас я скачаю все необходимые пакеты, которые нам пригодятся для того, чтобы у меня самба могла работать в домене. У вас, скорее всего, в реальной сети все машины имеют выход в интернет, особенно заморачиваться не надо, я просто буду периодически на это обращать внимание. Значит, я вам уже говорил о том, что у нас есть различные инструменты для установки пакетов в Ubuntu, в DBNIC, из которых в Ubuntu пошла эта DPKG, допустим, или AppGet, или AppTitude. Я хочу сейчас, например, воспользоваться Аптитудем. Для начала мне нужно, чтобы Аптитуд обновил информацию о своих репозиториях. Сейчас он выясняет, какие есть сервера в интернете с его пакетами, чтобы с них брать актуальную информацию при установке необходимых. Приложений, чем сейчас будем заниматься. Для чего я это обновил? Очень часто меняются названия приложений, вместо расположения приложений и так далее. То есть команда AppTitude Update, она не обновляет нам систему пакета, она обновляет информацию о репозиториях, то есть обновляет информацию о том, где ей брать обновление пакета и так далее. Аптитуд очень хорош тем, что мы можем сказать, допустим, «Аптитуд, посмотри нам информацию о пакете WinBind, который мы как раз сейчас будем использовать для привязки к домену». И он нам говорит, что да, есть такой пакет, WinBind, вот он, и статус у него P. P значит, что пакет не установлен. I значит, что пакет установлен. C значит, что пакет был установлен, потом был удален, но от него остались конфигурационные файлы. Это так вот, я немножко вперед забежал. Значит, мы его просим. Аптитуд, установи нам, пожалуйста, следующий необходимый пакет для работы SAMB в составе домена. Это WinBind, это важный пакет, который осуществляет привязку к домену. Это KRB5 User, это клиент Kerber, с протоколом аутентификации, который мы используем в домене Windows. И пакет NTP, Network Time Protocol, который у нас используется для синхронизации времени в домене. Я никак не привыкно использовать Super User Doom. Да, я хочу все пакеты установить, прекрасно. И Kerberos раньше ставился просто, без разговоров. Сейчас Kerberos нам начинает задавать вопросы при установке, и это очень удобно, потому что раньше нам приходилось вручную править конфигурационный файл, а теперь нам достаточно здесь указать все, что мы хотим, и Kerberos сам составит свой конфигурационный файл. То есть, имейте в виду, в предыдущих версиях Ubuntu, в предыдущей версии Kerberos, вот это вот, Kerberos это все не спрашивает. Значит, здесь она спрашивает, в какой области мы будем работать. У меня домен виртуальный от моей виртуальной сети MTI Local, которую я использую для уроков MTI. Я пишу здесь как раз-таки домен, в CapsLock. Сейчас он немножко подвиснет, потому что он будет искать информацию о домене и о серверах, а так как у меня сейчас сеть сделана через рутер напрямую в интернет, он не видит моего виртуального домена и будет немножечко думать. Следующим этапом он спрашивает нас, где находятся у нас контролеры мои домены, как они называются. У меня контролеры домены называются банально, сервер MTI Local. Собственно, это тот контролер домены, который будет отличать на запросы Kerberos. И кто является, собственно, управляющим хостом, то есть Primary Domain Controller, основным контролером домены в моем домене Windows. Тоже он. Теперь нам нужно установить еще несколько пакетов. Возможно, эти пакеты уже установились в зависимости от того, что мы выбрали на предыдущем этапе. Возможно, они были в системе уже до этого, но на сайте поддержки Ubuntu сказано то, что нам нужны следующие пакеты. Библиотека модуля PAM. Есть такой Plugable Authentication Module. Мы его еще не проходили в рамках LPIC. Мы сильно забежали вперед здесь, но это у нас же для профессионалов уже практически курс. Дальше нам нужна такая же библиотека LibPAM для WinBinder. И такая же библиотека LibNSS тоже для WinBinder. Как будет у нас в теоретической части занятия по этим модулям, я брошу в этот урок ссылки на эти занятия. Так вот, у нас, скорее всего, эти модули все уже установлены. Может быть, какого-то одного не хватает. Вдруг у вас будет другая конфигурация, вдруг в Ubuntu что-то поменяется. Еще когда-то что-то поменяется. Поэтому лучше эти модули укрепить вручную. Видите, он здесь сказал то, что у меня, в принципе, есть уже эти пакеты. И только один пакет, вот этот вот LibPAM CRB5, он мне установил. Остальные у меня в системе уже были. Чищу экран. Все, что нужно мне, мы установили. Сейчас я поменяю себе сеть на виртуальную сеть, которая будет у меня совпадать с моим контроллером домена. И мы продолжим. Поменял я настройки. Мой сервер DHCP в моей локальной виртуальной сети выдал моему компу IP-шник 0.2. Меня это все устраивает. Нам нужно посмотреть теперь, какие параметры DNS мы получили. В Ubuntu у нас параметры DNS лежат в файле etc.resolve.conf. Об этом, по-моему, тоже мы еще в теоретической части не говорили. И мы видим, в принципе, то, что я через DHCP получил нужные параметры. Я получил то, что у меня name server, это мой сервер 122.168.01, мой контроллер домена, я знаю, что это так. И что у меня домен, поисковый домен, это m3.local. Здесь, по идее, еще должна быть строчка домен, пробел имя домена. Но, по идее, будет работать и без нее. В любом случае, если у вас нет DHCP, у вас татика, тогда вам нужно поправить файл. Причем, править файл нужно не этот. Давайте я с вами его попробую зайти, чтобы вам на будущее показать. А файл.etc.resolve.conf.resolve.conf.d.head на голову. И вот все, что вы допишите сюда, будет автоматически добавляться в файл.etc.resolve.conf. Это может все меняться в различных дистрибутивах Linux. Не везде так настроена работа с DNS. Тут я вам показал. И еще у нас есть вариант, когда DHCP нам корректно не выдает. Например, сегодня на уроке с пользователями я увидел то, что у нас Ubuntu клиент по DHCP ни в какую не хочет принимать ни DNS сервер, ни имя домена. Не знаю почему. Для того, чтобы по DHCP получить все, что мы хотим, или перенастроить DHCP, мы с вами лезем точно так же в файл. lin.etc.dhc.dhclient.conf. И здесь мы с вами откомментируем вот эти две строки. Первую это перезаписать имя домена на то, что нам нужно, в данном случае mt.local. И переуказать имя DNS сервера на 192.168.0.1 в моем случае. То есть тогда он будет игнорировать настройки, полученные от DHCP сервера и будет указывать то, что мы пропишем здесь. Я этого всего делать не буду. У меня и так все работает. Следующий момент нам нужно убедиться, что у нас правильное имя сервера. Я вот вижу, что у меня сервер называется сервер, и тот сервер называется сервер, что, конечно, плохо, потому что у меня не может быть два одинаковых DNS имени в сети, и начнется бардак. То есть мне компьютер надо переименовать. Для этого я полезу в файл.etc.hostname. И скажу, что у меня не сервер, а какой-нибудь, допустим, давайте пусть это будет UB-сервер. Я надеюсь, я зашел в это не суперпользуя, да? Escape, ZZ. Отлично. Ну и, наверное, для порядка давайте сразу же пойдем в etc.hosts и там поправим все, что я хочу. У нас есть файлик такой etc.hosts. И в нем у меня указано имя моего сервера. Здесь я, ну, по идее, после перезагрузки он сам поменяет здесь сервер на UB-сервер. Ну, я сейчас уже вручную, так уж и быть, раз я здесь нахожусь, скажу ему, что у меня UB-сервер. И здесь нужно дописать доменный суффикс. mti.local. И потом просто его простое имя UB-сервер. К слову сказать, если вдруг у вас не будет пинговаться контроллера домена, опять же, в разных дистрибутивах по-разному. Я помню то, что у меня в OpenSUSE и во FreeBSD ни в какую не хотел он пинговать контроллера домена по полному имени. Тогда вы здесь ниже можете дописать строку. В 192.168.0.1 полное имя контроллера домена, простое имя контроллера домена. То есть это аналог того же файла, который лежит у нас на Windows. В папке Windows, DTC, Drivers и так далее. И там у нас есть файлик hosts, который как раз таки занимается тем же самым. В Windows он лежит там, в Linux он лежит здесь. Сохраняю. Ну и, наверное, давайте для порядка, чтобы все изменения применились, я перезагружу сервер. На записи это я вам пока сниму. Перезагрузился и сразу же вижу, что имя сервера у меня уже применялось на UB-сервер. Вот, все прекрасно. Можем попробовать проверить работу DNS-сервера. Есть такая команда DNS-lookup, работает DNS почти во всех дистрибутивах любых операционных систем, которые ищут нам информацию. И хочу найти информацию, допустим, о сервере сервера. И вижу то, что да, есть такой сервер. Попробую с полным доменным именем. mt-local. Вижу то, что все работает. Мне отвечает сервер 01, который является моим DNS-сервером, прослушивает по 53-му порту запросы. И говорит, что да, есть у меня такой сервер, сервер mt-local. То есть я могу, в принципе, написать ns-lookup и имя любой машины в сети, тогда у меня верхняя часть останется такой же, а ниже он напишет мне всю информацию о той машине, которую я ищу. То есть сейчас у нас уже с вами корректно настроена сеть, и мы можем обращаться с DNS-запросами к моему контролеру домена. Это основное условие работоспособности нашего совдомения. И давайте сразу, чтобы исключить проблемы связи, пропингуем сервер и убедимся, что у меня нигде не включены никакие фаерволы, и что у меня спокойно бегает внутри сети трафик. У нас традиционный Linux немного подумывает вначале, когда пытается отправить пинг, зато потом у нас, видите, все бежит прекрасно. Все, пинг идет, связь есть. Значит, мы уже все с вами практически сделали. Теперь нам осталось настроить еще сервер наш времени, ntp-demon. У нас Kerber очень сильно опирается на настройки времени и на то, чтобы у нас у контролера домена и у всех машин в домене было одно и то же время установлено. Если у нас по спецификации написано, что время может отклоняться не больше, чем на 5 минут, то у нас тогда будет все работать. Если время отклоняется больше, чем на 5 минут, разница во времени между контролером домена и членами домена, то у нас сразу перестают работать все домены и механизмы. На практике, на самом деле, бывает то, что разница в 30 секунд между контролерами домена абсолютно все сбивает к чертовой матери. Поэтому нужно внимательно следить за настройками ntp. То есть время всегда должно быть одинаковое во всем домене, на всех машинах. Тут возникает сразу же вопрос с тем, что очень часто в домене время сдвигается, но есть очень хорошая информация в интернете, как это настроить. Просто когда мы создаем контролер домена, он перестает синхронизироваться с интернетом по часам своим. Это поправить буквально можно одной строчкой в командной строке, тогда у вас у всех будет нормальное время. Но это я отвлекся. Значит, давайте настроим наш демон времени. Для этого нам нужно от имени суперпользователя отредактировать файл конфигурационный вот этого самого демона времени ntp.com Там, в принципе, тут особенно ничего нету такого интересного. Вот здесь указаны сервера времени. Я dd, dd, dd сотру все, что мне не нравится и допишу вот здесь вот то, что есть у меня сервер времени такой. сервер mti local. То есть теперь у меня он будет брать информацию о времени с моего контроллера домена и тогда у меня все будет работать прекрасно. Это самая частая ошибка, почему не работают у нас доменные механизмы, если есть расхождение во время. И для того, чтобы у меня применились все эти изменения я пишу utc init.d ntp demon restart. Не уверен, что ntp demon, по-моему просто нтп. Рестарт. Попробуем. Да, ntp. Он без d называется. Служба времени перезагрузилась, перезапустилась. Теперь у меня по идее одно и то же время контроллер домена и тут. Теперь проверяем настройки кербероса. Все настройки кербероса. Давайте я почищу экран опять же. Напоминаю, я записываю сейчас в хорошем качестве и вы теперь можете смотреть AD качестве, там справа снизу на ютубе, если выберете качество. И по идее вам тогда будет прекрасно видно весь набираемый код. Что я делал? Настраиваю керберос.ет.ц. Как я вам уже говорил, у нас с вами кербе. Почему он не находит? У нас с вами потому что я не написал действие, редактор. Есть новый пакет керберос, который сам настраивается во время установки. Мы сейчас зайдем в него и поглядим, что он настроил. По идее мы должны вот здесь поменять default realm, но он уже сам прописал во время конфигурации нужное нам значение. Затем ниже нам нужно проверить правильные сервера, что у нас указано вот здесь, вот как кдц и админ сервер. Керберос домейн контроллер и сервер, который отвечает за керберос, тоже правильно все указано. Дальше у нас идут пробные домены, которые нам никак не мешают, он просто показывает, как может быть вот это все настроено. Если у нас несколько контролеров домена, другие порты, разные доменные имена и так далее. Так как у нас наше имя домена не совпадает ни с кем из вот этих вот приведенных, нам это абсолютно безразлично, строки кода. И вот здесь вот дописываем. Тут он сам еще дописывать не научился. Мы пишем то, что если мы хотим обратиться к корневому домену mti.local, с точки обязательно начинаем, потому что точка это у нас домен выше уровня, то это значит мы имеем в виду домен mti.local. Просто вот такое соответствие нужно ему написать. По идее ниже нужно точно так же написать то, что это просто mti.local, это тоже большой mti.local. У Kerberos есть небольшие проблемы вот эти вот с заглавиями, с прописными буквами. Вот такие две строчки добавляем. Escape. Сохраняемся. Чистим экран. И теперь самый ответственный момент. Проверяем связь домена. Для этого мы должны запросить с Kerberos билет у контролера домена. Я пишу kynit kerberos initialization для пользователя. Есть у меня администратор домена. Я так люблю называть администратора домена. mti.local. Спрашивает пароль администратора домена мой. Можно запросить билет необязательно по администратору, по любому пользователю. То есть мы сейчас фактически обращаемся к контролеру домена за разрешением поработать в домене. Авторизовываемся на нем через Kerberos. И сейчас он вроде бы меня пустил. Для того, чтобы это проверить, есть команда klist. Kerberos list. klist. И она нам показывает тот механизм, который у нас в Windows работает автоматически. Мы это все не видим. Он там для нас прозрачен. А здесь мы видим то, что у меня есть билетик. По нему есть кэш. То, что я от имени админа запросил билет. И у меня этот билет начал работать сегодня в 14.10. Через 10 часов он у меня работать перестанет. Вот этот товарищ запросил билет. И билет должен быть обновлен не раньше, чем тогда-то. Если мы будем постоянно работать в домене, билет будет обновляться автоматически. Если изменится пароль администратора или пароль этого пользователя или сервер доменный, тогда, конечно, билет обновляться не будет. Но это сейчас мы просто запросили билет. В следующем уроке мы добавляем уже к домен машину, и там это будет все еще больше автоматизировано. Подводим итог. Мы с вами установили все необходимые приложения и библиотеки, которые нам пригодятся для домена, подстроили сетевые параметры, немножечко отредактировали файл Кербераса, настроили службу времени, после чего запросили у контроллера домена разрешение работать, попросили у него билет и получили билет. На самом деле очень много ошибок возникает в этот момент, когда мы пишем кимит и затем какого-то пользователя. Там может возникать огромное количество ошибок. В интернете у нас полно решений для этих ошибок. Если сами не найдете, пишите мне в комментариях к видео, я вам помогу разобраться. Но если вы потом команда Кейлист получили билет, вы молодцы, вы единую долю работы сделали.